Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня 8 февраля и я хочу познакомить вас с замечательным удобрением линейки Бона Форта. Это удобрение для хвойных растений. Сейчас многие садоводы выращивают хвойные растения в своих садах, но сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение хвои. Пожелтение хвои бывает по двум причинам. Первая причина это солнечные ожоги. И получают наши растения эти солнечные ожоги ранней весной, когда снег еще не стаял, а солнце уже достаточно хорошо припекает. Вот в этот момент наши растения получают вот эти как раз солнечные ожоги. От солнечных ожогов мы защищаем растения препаратом тенечек. Опрыскиваем поздней осенью, можно опрыскать этим препаратом хвою наших растений. Либо ранней весной, когда еще, ну, февраль месяц, например, да, когда еще не очень яркое солнце. Также нужно обязательно под подкормки проводить хвойным растением конкретными удобрениями для хвойных растений. Линейка Бонафорта как нельзя лучше подходит для таких подкормок. Здесь в бутылке полтора литра удобрения. Это концентрат. Удобрение рекомендовано главным ботаническим садом имени Цицинаран. В состав этого удобрения входит азот, фосфор, калий, магний, железо, марганец, бор, цинк, молибден, медь, кобальт. В общем, все, что нужно нашим хвойным растениям. И также витамины группы С, В1, ПП и янтарная кислота. Все элементы питания, включая микроэлементы, в хилатной форме. Хилатная форма, конечно, это более быстро усваивается растением, такие удобрения. Расход этого удобрения, в общем-то, небольшой. На инструкции у нас указывается два колпачка, вот этих вот белых колпачка, прозрачных. Два колпачка на 12 литров воды. Но здесь есть шкала. Вот видите, вот эта вот рисочка, это 30 мл. А если мы до верха наливаем полный колпачок, вот это уже будет 40 мл. Но так как лейки зачастую 10-литровые, то как раз вот этих два колпачка, если мы до рисочки 30 мл набираем, 60 мл на 10 л воды. И вот этим раствором мы поливаем. Удобрение Бонафорте у нас, вот это вот для хвойных растений, предназначено для полива. Корневые подкормки. На одно растение высотой 4-6 метров мы выливаем как раз 10 литров вот этого раствора. Если же у нас растения невысокие, примерно метровые, то легко тут высчитать. На метровое растение достаточно будет 1,5-2 литра вылить вот этого раствора. Подкормки, как по инструкции у нас указано, мы проводим с периодичностью 10-15 дней. Но на своем опыте я хочу сказать, что раз в 15 дней вполне достаточно, если мы будем проводить подкормку, но регулярно, вот через каждые 2 недели. Первые подкормки начинаем проводить после того, как уже оттаял грунт. Ну хорошо так оттаял, сантиметров на 15. И заканчиваем подкармливать хвойные растения за месяц до наступления устойчивых заморозков. Ну то есть где-то до конца августа, до середины сентября можно подкармливать. Но у нас вот на Урале, Свердловской области, я живу в Свердловской области, я считаю, что конец августа это уже крайняя подкормка и можно дальше уже не проводить эти подкормки. Применяется это удобрение для полноценного питания и профилактики пожелтения хвои на растениях. Рекомендуется также для профилактики поражения хвойных растений караедом. Срок хранения очень хороший у этого удобрения 4 года. Но даже после окончания срока годности удобрение не теряет агрономической ценности. Поэтому мы можем его в принципе, ну сколько, на сколько хватит столько и хранить. После замерзания температура хранения от минус 15 до плюс 30, но даже если у вас замерзло вот это удобрение в бутылке, после размораживания оно также не теряет своих качеств. Все здесь указано, абсолютно все вы здесь можете прочитать. Я рекомендую это удобрение, если вы где-то увидели в садовом магазине удобрение для хвойных бонафорта, это 100% хорошее удобрение. Мы высадив в прошлом сезоне, в сезоне 2021 года достаточно большое количество хвойных растений, во-первых, мы заметили, насколько быстро приживались у нас растения. Вот даже несмотря на то, что в Свердловской области в 2021 году лето было очень жаркое, но наши растения прижились очень быстро. Не было как раз никаких вот этих пожелтений хвои. Быстро они пошли у нас в рост. И мы даже удивились, у нас туи, которые мы высадили в конце июня, они настолько прибавили в росте, вот наверное прям сантиметров по 5. Я была просто удивлена, насколько быстро они двинулись в рост. Ну и также все остальные хвойные растения тоже хорошо так и прижились. Видно было, что прирост уже пошел. Но туи вот почему-то прям очень активно, очень хорошо отозвались как раз на подкормку этими удобрениями. Несмотря на то, что туи у нас были высажены на самом солнечном месте, и я вообще-то переживала, что они пострадают от такой жары. Нет, все нормально. Ну на этом я буду заканчивать свой ролик. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока есть время сейчас. Я, наверное, проведу сейчас, сниму ряд роликов на тему удобрений. Какие удобрения нам понадобятся в саду, какие препараты от болезней понадобятся в саду, какие препараты от вредителей. Все это буду показывать. Всем до новых встреч. Пока-пока.